Залесовский ансамбль ветеранов «Рябинушка» для района – коллектив знаковый. Выступают и на массовых праздниках, и в школах, и даже на корпоративах. В последние годы, однако, случился кризис. Сначала технический, сломался баян, а потом финансовый. Денег на новый не было. Ну, старый там, ну, он уже... Там из двух, из трёх один собирали, какой там баян. Одно название уже бы осталось. Мечтали десятилетиями о новом баяне. Вот сейчас исполнилась мечта, наконец. Мы бы, наверное, могли по-доброму горы сносить тем потенциалом, который у нас есть. Но техническое состояние наших учреждений оставляет желать лучшего. Материально-техническая база. Поэтому сегодня вот тот подарок, который мы ждали десятилетиями, он случился. Коллектив «Рябинушки» обратился в фонд Александра Прокопьева в январе, и уже в феврале инструмент был доставлен в Залесово. Подарок депутат Госдумы преподнёс лично. Приехал с подарком для коллектива «Рябинушка». Они обратились ко мне, поставили задачу найти новый баян. Но для меня это оказалось не такой простой задачей, потому что на баяне я, к сожалению, не играю. И я обратился в Москве, в филармонию, коллектив «Кладец». И его руководитель меня консультировал по вопросу приобретения этого баяна. Баяны фирмы «Юпитер», говорят специалисты, превосходят любые европейские аналоги. Ни чешские, ни даже итальянские не могут по звучанию приблизиться к инструменту российского производства. Московский образцовый фольклорный коллектив «Кладец» недавно вернулся с крупных гастролей из Испании. И по просьбе Александра Прокопьева приступил к поискам баяна для Залесовского ансамбля. Профессионалы остановили свой выбор именно на этом экземпляре. Мы с удовольствием откликнулись на просьбу уважаемого депутата Госдумы Александра Сергеевича Прокопьева. На баянах этой фирмы играет, будем говорить, весь мир. И заслуженные музыканты, и самое главное, что он уйдет в руки этих прекрасных людей, которые занимаются песней, которые любят ее. Залесовская рябинушка подарок опробовала сразу же. Слишком долго ждали инструмент. И знакомая всем «Катюша» с помощью «Юпитера» зазвучала, говорят ветераны, как-то по-новому. Мы горила нами, Катюша, на высокий день. Отыграв на концерте, рябинушка решила продолжить музыкальный вечер уже в камерной обстановке. За чаепитием начали составлять гастрольный график. В планах проехать по району, а затем и в краевую столицу, ведь теперь у ансамбля есть все для этого. Василий Морозов, Николай Шелко. Наши новости.